В региональных филиалах Нур-Отана сегодня решали, кто отправится на внеочередной съезд партии, который пройдет в столице 23 апреля. Активисты также обсудили социальные проекты. Подробнее об этом Зарина Бесембина. Восточный Казахстан на внеочередном съезде партии Нур-Отан представят 49 делегатов. Именно они вместе с однопартийцами 23 апреля будут решать, кого главная политическая сила страны выдвинет в качестве кандидатов в президенты. Не остались без внимания текущие социальные проекты, в том числе и те, что направлены на поддержку малоимущих граждан и многодетных семей. Ранее в области запустили общественные приемные. За два месяца за консультациями в них обратились более трех тысяч жителей региона. Это направлено для того, чтобы люди пришли в одном месте, могли получить на свой вопрос квалифицированный ответ. Поэтому мы туда включаем руководителя областного управления, социальной защиты, здравоохранения, образование. Люди приходят, не ходят по кабинетам. Пытаемся дать ответ исчерпывающий сразу на месте с усилием, с участием наших специалистов в управлении. А это уже заседание партии в Павлодарской области. Здесь на поддержку многодетных и малообеспеченных граждан, по информации нуратановцев, направят более трех миллиардов тенге. В селе Аксу готовятся сдать в эксплуатацию новый многоквартирный дом. За счет бюджета жилье в нем получат 102 семьи. А дети смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях. Контролировать исполнение намеченных планов будут представители областного филиала партии Нуратан. На сегодняшний день эта задача остается актуальной для фракции депутатской, для каждого депутата в отдельности. Кроме того, я могу сказать, что этот вопрос не будет решаться точно и одномоментно. Это системная работа, которая будет продолжена в дальнейшем. На юге Казахстана в Шимкенте для того, чтобы помочь многодетным матерям, нуратановцы запустили проект по возведению социального жилья. До конца года планируют построить 132 многоэтажных дома. Ожидается, что заветные квадратные метры обретут больше 300 семей. По информации партийцев, мегаполисы сегодня нуждаются в социальной поддержке более 17 тысяч граждан. Зарина Бесемина, Саид Исмаилов, Хабар, 24.